Недавно услышала от знакомых дачников, что их персональный музей советских вещей и быта до весны закрыт на лопату. Здравствуйте, с вами Александра Винченко и телеверсия журнала «Сады и огороды Приморья». Ноябрь на календаре, а это означает, что дачный сезон завершен. В таком случае, о чем будем говорить сегодня в нашей программе. Давайте поговорим о победителях конкурса «Дача 21 века», который редакция журнала проводила этим летом. Об итогах конкурса и победителях можно прочитать в пятом номере журнала, а побывать у них в гостях прямо сейчас. Цель наших поездок всегда одна — это знакомство с положительным опытом. А у победителя конкурса точно есть чему поучиться. Первый адрес — Харольский район, поселок Ярославка, дача Надежды Баканяевой. Как и положено даче 21 века, есть здесь и урожайные грядки, и канадские розы, и банька для отдыха, и уютный домик. И это еще не все. Ну вот, круплоплодный боярышник китайский привезли из Южного Китая, он до самых морозов будет. Вот, калина немножко. Вот по этой стороне это все кустарники. Ну и картошка никуда не деться. Ну и мне очень нравится изучать сорта. Вот в этом году у меня было два сорта картофеля. Это Тулеевский сорт, это достаточно хороший перспективный сорт, и Королева Анна. Из двух ведер я собрала, по-моему, 18 крупных. Вот, и соседи всегда приходят осенью и говорят, так, что будем садить на следующий год? Они знают, что я, естественно, всем этим поделюсь. Ну и все остальное, как у всех. Хозяйка дачи сетует, что осенью уже нет той красоты, о которой хотелось бы рассказать. Зато есть планы на предстоящий сезон. Ну и как у любого огородника, у меня, конечно, планы на будущее. В плане, конечно, обновить посадки клубники. Вот это в данный момент сорт крупноплодная Чамора Туруси японской селекции. Планирую на следующий год посадить сорт Майя крупноплодный, хороший. Естественно, капуста это уже готова к уборке. Вот это два куста канадские розы. Вот одна такая, ну, правда, уже грустная такая. Вот это красная цветет алым. Они зимуют без укрытия. Канадские парковые розы. И выдерживают температуру до минус 35 градусов. Без укрытия. Вот я их так немножечко укорочу. И на том все. И они будут зимовать. Ну вот это тоже такой уголок для души. Вот это Калина Бульданеш, такая красавица. Весной и где-то до, наверное, июня-июля она цветет такими огромными белыми шапками. Прекрасно. А это плакучая ива, как всегда, у водоема. Ей тут как бы место. Дачу Надежды Баканяевой хорошо знают во всей округе, потому что с весны и до осени участок украшают ростовые куклы, сделанные руками хозяйки. Есть там и сладкая парочка, которая сидит на скамейке, и барышня у самовара, и гитарист. Но главный персонаж – полицейский Василий. И если другие фигуры и сюжеты меняются, Василий неизменно заступает на службу каждую весну. Василий, конечно, был элегантным, импозантным, но прошло время, и он стал, конечно, таким уже выгоревшим, выцветшим, и его убрали. Поэтому сейчас просто мы возродили, что возможно было сделать. Его форму, видите, какая уже выгоревшая. Его голова с улыбкой. Поэтому все говорят, наш Василий – самый добрый полицейский. Ну, а где-то в конце сентября все убираю, потому что 4 месяца простояли эти фигуры под ливнем, под ветром. Естественно, ну что там можно уже с них ожидать хорошего. А весной все уже начинают где-то уже в начале июня мне говорить, когда, когда я говорю, подождите, дайте огород посадить. В конце дачного сезона все фигуры со всей бутафорией и реквизитом не просто убираются в мешки. За зиму они будут отреставрированы, чтобы к началу лета снова радовать и удивлять соседей, которые приходят к колодцу рядом с участком Надежды Баканяевой. И кто знает, не получат ли Василий этой зимой новые звезды на погоны. Ведь он персонаж заслуженный. Ну, на следующий год, наверное, придется форму Василия обновлять, потому что она уже выглядит, конечно, неярко. Почему Василий? У меня много всяких фигур, каждый год меняются они, но всегда остается Василий. Почему, не знаю, потому что, наверное, несколько лет назад люди, которые ходят за водой, а ходит сюда весь поселок, они мне так сказали, вы-то можете менять, как хотите, что хотите, а Василий, чтобы был каждый год. Все эти садовые фигуры выполнены в человеческий рост. Это изначально была такая задумка. Выполнены, так скажем, в тектильной технике. Вот видите, мягкие, это синтепон. Вот, это все делается зимой, когда нечего делать. И вот у меня на диване, прям в ряд эти головы, которые с будущим сюжетом связаны, они у меня как бы стоят. Помимо ростовых кукол, есть у Надежды Баканяевой еще один повод для гордости. Это баня. Место для отдыха и здоровья. Для меня, конечно, дача – это не только, так знаете, трудиться насмерть. Для меня, в первую очередь, дача для души. Всегда хотелось иметь баню. Но баня появилась только три года назад. И все-таки я решила, что мне лучше сделать электрическую каменку. Потому что рубить дрова, потом то горит, то не горит. Поэтому сейчас без проблем. Пришла, включила, нажала. Все, нужная температура 85 градусов, готова. Ну вот моя чудесная печурка. Все прекрасно, все как у всех. Нагревается, замечательный пар. Все, а так как я вообще по образованию медик, я считаю, что баня правит и все поправит. Поэтому я ее очень люблю и всем советую. Напоминаю, вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». В октябре вышел пятый номер журнала. Его можно найти на почте в киосках прессы в садовых центрах. Партнеры журнала – ООО «Сфера Кадастер» и компания «Ресурс». А также садовые центры «Флоригина» и «Загород», Центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии и Центр флебологии. Лечение любой стадии варикоза лазером в Центре флебологии. Устраняем варикоз, предупреждаем тромбоз. Современное оборудование – клиника экспертного уровня. Центр флебологии. Лазер вместо скальпеля. С вами Александра Винниченко и телеверсия журнала «Сады и огороды Приморья». Сегодня мы рассказываем вам о победителях конкурса «Дача 21 века». Какой она может быть? Давайте разбираться вместе с героями следующего сюжета. Дача супругов Александра и Ольги Петручак находится в СНТ «Черемушки-1». Это новоанглийская астра, которая очень украшает участок, особенно в осенний период времени, вместе с гортензией. В зоне, где у меня коллекция хост, они очень украшают этот участок. Так, это вот фруктовый сад, который у нас не очень большой. Состоит из двух, значит, сливок. Желтая аннушка в этом году плодоносила. Прекрасные сливы, прекрасный сорт. Уральские зори. Может быть, это и не совсем климат, но она, может быть, себя еще покажет. Так, вот эту яблоньку, сорт абориген. Я посадила два года назад. В этом году она прекрасно плодоносила. Ветки все были усыпаны плодами. Карликовая груша называется сорт Купава. В этом году она пыталась, сигналила, но плодов пока не было. Но надеемся на следующий год. Грядки уже подготовлены к зиме. Сидираты были посажены. Потом уже прошла перекопка. Газоны все подстрижены под зимнюю. Чтобы все успеть, дачный сезон Ольга и Александр открывают в апреле. К майским праздникам переезжают на дачу и живут за городом до самых холодов. Все в порядке у нас. Все осенние работы почти сделаны. Ну вот мы наконец подошли к грядке, где в основном, да не в основном, а одни из последних культур овощных. Это самые поздние. Это корневой сельдерей и лук-порей. Начинаем выращивать его. У него мелкие очень семена. Начинает где-то с начала февраля месяца. И вот к середине октября получается вот такой вот чудо-корень. Лук-порей. Вот можно даже выкопать его. Показать, что у нас получилось за этот сезон. Вот она луковица. Храню я ее в подвале. В гараже. Вырезается вот эта жесткая часть вся, уходит на компостную кучу. А вот эта вот белая часть, корни они слегка подрезаю, ставим вертикально, засыпаем песком. Песок слегка увлажняется. И так он хранится, будем говорить, до мая месяца. По свойствам он стоит даже еще немножко по качеству выше, чем обычный лук-репка. Даже при ночных заморозках развивается, продолжает расти цветная капуста. Оставались немного рассады. Такая она была, не очень развитая. Ну, я ее посадил, и она долго-долго-долго сидела. А потом, когда прошла вся эта жара, она начала развиваться. И у меня сразу возникла мысль, что все-таки можно попробовать на следующий год сделать второй заход цветной капусты. Раз она, та июльская, собрана, ушла, можно посадить заново, вырастить рассаду. И в осенний период она хорошо развивается. Посадить даже меньше поражается всякими слизнями. Она вот чистенькая, белая, не так, как летом. Недавно на участке появился пруд с нимфеями. По словам Ольги Петручак, зона отдыха постоянно расширяется. Есть и мангал, и качели. Чтобы пруд имел законченный облагороженный вид, для него специально приобрели декоративный камень. Обложили плитником, посадила нимфея. Нимфея – сорт колорадо. Цветет она уже второй год. Обильно очень цветет, очень красиво цветет розовым цветом. Зону отдыха я вот мечтала, как бы планировала всю зиму. А потом уже по весне я начала... Здесь были цветочные грядки, грядки были убраны. Я приобрела качельку, на которой мы с мужем очень любим качаться, особенно по утру. По утру. Потому что после обеда солнце выходит сюда, и здесь жарко становится. А утром очень даже хорошо. Днем очень хорошо. Не то, что посидеть покачаться, а полежать покачаться. Шашлычная зона сейчас в этом году. Я ее увеличила в два раза. Приезжают дети, готовят шашлыки. И очень даже дети катаются на качельке. Взрослые занимаются шашлыками. И очень даже хороший отдых получаем. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Напомню, что в октябре вышел очередной номер журналов, в котором мы подвели итоги летнего конкурса «Дача 21 века». Когда мы объявляли конкурс, то хотели найти такую дачу, где были бы и урожайные грядки, и цветы, радующие глаз, и место отдыха, где можно провести время после трудов и забот и по-настоящему отдохнуть. Потому что дача — это не только битва за урожай. Сегодня мы можем точно сказать, что конкурс мы проводили не зря. Знакомьтесь с нашими победителями Аллой Мороз и ее дочери Натальей. Отправляемся в район поселка Мирный в СНТ «Варяг». Ну вот, посмотрите, какая у нас тепличка, какие помидорчики у нас красивые растут. Вот помидорки, вот какие большие, красивые, повырастали. Мы включаем вентилятор, чтобы создаем микроклимат здесь. И постоянно мы ничем не опрыскивали, все вот натуральное, без всякой химии, потому что создали такую обстановку в теплице, что фитофтора нет. Всякие разные сорта, и черри маленькие, и крупные, и желтые, и красные, и всяких разных бордовых расцветок. И перчик наконсервировали, салатов наделали, наделали компотов всяких разных, ягоды. В общем, черноплодка, слива, яблочек. Это система полива. Зять у нас рукодельный сделал нам систему полива, мы ее включаем. Шланги сделал, и под каждый куст идет капельный полив помидор, перцев. В этой теплице перцы и помидоры только растут. Урожаем очень довольны. Вот мое любимое место отдыха. Зять сделал такой у нас, зять, руки золотые. Сделал такую сам от начала до конца качельку, на которой я отдыхаю свободное от работы время. Это еще у меня помощничек, грифончик собачка у нас поживает, чемпион России, между прочим, помощник по даче. Алла Ивановна шутит, что на даче она только на подхвате. Основные работы выполняют зять Юрий и дочь Наталья, которая взяла на себя роль главного дизайнера и генератора идей. Даче нашей всего шесть лет, седьмой год, потихонечку все приводится в порядок, засаживается. Где-то хризантемы появляются, где-то хвойники какие-то. Вообще хвойники очень понравились. До этого всегда считала, что ими очень сложно заниматься, но оказалось, что хвойники и я, мы друг друга полюбили. Сосна Банкса обыкновенная, из нее пытаюсь формировать Неваки. В этом году немножко остановилась, потому что она заболела ржавчиной, поэтому решила дать дереву передохнуть, потому что сильная обрезка была. Арки с клемматисами цветут, сейчас уже почти все отцвело. Гортензия – это бобо, сорт очень низенький, но всегда очень компактно смотрится и цветет бурно. Тут еще у нас зона недоделанная, тут будет продолжение дорожек. Вот возле качели уже более такая уютная зона отдыха с дорожками, с посеянным газоном, выровненная, эстетически приятная. Поэтому потихонечку делаем, все сразу не получается. Вот это у меня мой любимый питомец, это можжевельник китайский, он обычный китайский можжевельник, он является нашим местным растением, поэтому он вообще практически никогда не болеет, очень колючий. Ну вот формировала из маленького растеница, сформировала вот такой вот, вырастила вот такой вот богатый шарик. Ну стрижется несколько раз за сезон, для того, чтобы поддерживать всегда форму. Вообще мы не хотели дачу такую, чтобы у нас грядки были прямо вокруг дома везде, мы хотели дачу как место для отдыха, для того, чтобы можно было приехать и шашлыки пожарить, и подышать воздухом, где-то полежать, отдохнуть. То есть это не для того, чтобы только один урожай выращивать. По словам Натальи, поначалу предполагалось, что большую часть дачи займет газон, но жизнь несла свои коррективы. Ну со временем появились хосты, появились хвойники, появились ивы и так далее, и так далее, и понеслась. Начали покупать все, начали что-то рассаживать, пересаживать 30 раз, переделывать. Это засасывающая история, потому что все приходится, где-то что-то вовремя отсвело, нужно обобрать цветочки, где-то листики засохшие убрать, где-то подстричь, где-то прополоть, что-то досыпать, что-то подкормить, опрыскать и так далее. Это такой труд. Со временем Наталья даже закончила курсы ландшафтных дизайнеров, чтобы планировать посадки и создавать красивые композиции из растений. Даже те ошибки, которые были уже совершены, на сегодняшний день я пытаюсь их как-то уже исправить, сделать более малоуходным сад. Я раньше знала только березку, рябинку и дубок. На сегодняшний день, да, я знаю уже очень много сортов растений, которые даже некоторые уже люди с большим стажем и то даже не догадываются, что такое у нас в Приморье растет. Вот в этом году у нас впервые зацвела магнолия, так как у меня четыре дерева магнолии. И вот все четыре цвели просто невероятные. И запах стоял замечательный, и цветы огромные. Приезжали все друзья, фотографировались на фоне магнолий. То есть у нас как ботанический сад тут. Как только не называют дачу шутники. И музеем советского быта, и местом ссылки для старых вещей, но старые и даже выброшенные вещи в умелых руках превращаются в объекты ландшафтного дизайна. Еще у нас есть маленький прудик. Ехали с мужем мимо мусорки, нашли ванну, валяется садом. Чего просто зря добру пропадать. Привезли, закопали сюда, сделали маленькие дорожки, наполнили водой, обсадили всякими растениями. Получился маленький водоем. Здесь прекрасно зимуют лягушки, тритоны, какие-то еще непонятные животные, которые водяные. И немфея. Ванна стала прудиком, а спинка от старой кровати украсила парадную скамейку. Садовым и дизайнерским идеям нет конца. Хотя в начале дачного пути в семье были сплошные дилетанты. Это слива наша. Дальневосточный чернослив называется сорт. Когда мы покупали, мы еще вообще не знали, что это за растение. Мы твердо были уверены, что мы купили боярышник. Это к вопросу о том, как мы начинали это все делать. Вот эти ленточки, это замечательное китайское изобретение. Голографическая лента, она из полиэтилена состоит, который блестит и шуршит. Отпугивает птиц и разных грызущих зверьков типа бурундуков. Это моя дипломная работа после курсов ландшафтного дизайна. Здесь растут спиреи разных сортов, здесь растут разные хосты, ирисы, сирени трех сортов, барбарисы, травы разнообразные. В разные периоды времени эта горка постоянно находится в цвету. То есть начинается здесь с примул, и потом пошло-пошло-пошло. Тут на зиму здесь есть на самом деле можжевельники почвопокровные, которые очень красиво оттеняют все эти камешки. То есть я вот этим местом прям честно горжусь. Сегодня мы с вами побывали на дачных участках победителя конкурса «Дача 21 века». Этот конкурс редакция журнала проводила летом. Подробнее прочитать обо всех победителях можно в октябрьском номере журнала «Сады и огороды Приморья». К сожалению, мы не смогли побывать на участке Светланы Полиной из СНТ ДЭПС и у некоторых других участников конкурса. Но мы искренне поздравляем всех, кто вышел в число победителей. А еще думаем, что поиски дачи 21 века нужно продолжить следующим летом. Надеемся, что в этом конкурсе будут участвовать все, кто любит дачу. А наша программа подошла к концу. Заходите на наш сайт setprim.ru, читайте журнал, смотрите нашу программу. И не забывайте, что в следующий раз встречаемся в декабре. Субтитры создавал DimaTorzok